Гран-при Донецка проводится уже шестой год подряд и с каждым разом готовят все новые сюрпризы. Главным из них в этот раз стал приезд в Донецк одного из лучших спринтеров современности Александра Питаки, который не только участвовал в презентации велокоманд, но и опробовал трассу гонки Критериум в рамках чемпионата Украины. Вместе с Питаки выступал еще один лидер итальяно-украинской команды и представитель мировой элиты велоспорта Данила Хонда. Победителем гонки Критериум, которая с этого года получила название Мемориал Николая Колумбета в память о легендарном советском велогонщике, стал 36-летний Юрий Митлушенко, выступавший за Одесскую область и ставший пятикратным победителем в этом национальном старте. Для меня и для моей команды была принципиальная сегодняшняя победа, потому что я являюсь четырехкратным до этого раза, четырехкратным в сегодняшний день уже пятикратным чемпионом Украины в этом виде программы. Конечно, конкуренция с каждым годом очень растет. И действительно, что ребята, видите, в 22 года с сегодняшнего дня занял второе место. Естественно, третье место, видите, команды растут, потому что в Украине, слава Богу, уже не одна профессиональная команда ESD Colts. То есть участие и конкуренция очень большая. И сегодня было вырвать победу. Тем более, что приехал такие звезды мирового класса, как Александра Питаки и Хонда Данила, если не было вырвать победу, ну, не то, что невозможно, но, слава Богу, что я ее смог сделать. Кстати, итальянец попытался на заключительном промежуточном финише все же продемонстрировать свой фирменный спринт. Но Юрий Метлушенко не сдался на милость авторитетного гостя и на этом отрезке финишировал первым, не позволив тому набрать по максимуму очки. Когда мы приехали в Донецк, то я и мои товарищи по команде планировали провести только тренировку, но потом решили, а почему бы нам не поучаствовать в гонке «Критериум». Она была достаточно тяжелой и непривычной для нас. После торжеств в воскресенье велогонщики проехали групповую гонку на 154 километра под эгидой Международной велосипедной федерации. Ее победителем стал 22-летний россиянин из команды «Итера Катюша» Ильнур Закарин, надевший на подиуме желтую майку победителя. Желтая майка лидера Гран-при Донецка 2012 года достается тяжелейшей борьбе Ильнуру Закарину и «Итера Катюша». Впервые за шестилетнюю историю Гран-при Донецка на подиуме не оказалось хозяев соревнований дончан. Лучший результат из представителей ИСД «Лямпре Континенталь» показал 22-летний Александр Мартыненко, пятое место. В итоге фонтан из шампанского прошел без донецких гонщиков. В этом году в сентябре в Донецке пройдут еще два международных старта. Гонка по маунтэнбайку, открытый кубок Донецкой области и юношеская гонка «Дружба». А значит, праздник велоспорта продолжится после небольшого летнего перерыва. Кира Думская, первый муниципальный.